Привет, друзья. Большой виниловый привет. Давненько не виделись. Решил сегодня еще видосик записать, пластиночки показать и высказать свое мнение, так как было много вопросов по поводу, нужно ли указывать первый пресс, не первый пресс. Я об этом уже как-то говорил немножко в своих видео. Я считаю, лично мое мнение, так сказать, с годами пришедшее ко мне понимание, что первый пресс имеет значение только у довольно редких, на мой взгляд, и дорогих, так скажем, недешевых пластинок старых, там, где битлы, пеплы, назареты или цепелины те же, да, вот там имеет значение первый пресс, потому что это все-таки, на мой взгляд, действительно коллекционные пластинки, а когда это какой-то ширпотреб, ну, даже тот же Бунием, друзья мои, ну, я понимаю, что некоторые собирают Бунием, коллекционируют, возможно, ну, ну и там, ладно, и там можно указать, да, там даже на дискоксе где-то пишет первый, второй, третий, четвертый, ну, я полагаю, что нет, не обязательно. Ну, не говоря уже про что-то из 80-х годов, там, где писать первый пресс, нет никакого смысла. Ну, какая разница, ну, пластинка выпущена в 82-м году там, да, или там был до выпуска какой-то там в 86-м, такая разница, никакой, абсолютно, друзья мои, ни в коллекционном плане, ни, так сказать, материальном плане, они, в принципе-то, одинаково должны стоить. Потом я видел много раз на мешке, тоже смешно, когда люди пишут первый пресс на то, что было и так в единственном, так сказать, прессе, то есть не было ни второго, ни третьего, априори, один-единственный, первый и последний, тоже, ну, пишут, это такая, знаете, ну, я сам грешу, извините, я сам иногда пишу первый пресс, да, да, ну, бывает, бывает, ну, на мой взгляд, это скорее завлекаловка такая, знаете, вот, маркетинговый ход, что называется. Ну, в общем, вот, если что, напишите в комментариях, если где-то не прав, я же говорю, я, я, возможно, я где-то и не прав, но это мое личное мнение, друзья мои, так сказать, ну, в общем, вот так, напишите в комментариях, если что. Итак, друзья мои, подписывайтесь на канал, во-первых, хочу сказать, ставьте палец вверх, если понравилось. Сегодня пластинки будут в состоянии DX, то есть, по моим меркам, не в самом лучшем состоянии, не ВГ, конечно, но с царапочками, кое-где песочек, есть на EX, есть царапки, причем их довольно много, но те, которые не должны прощупываться пальцем, так скажем, и которые не должны не давать, естественно, никаких щелчков, никаких перескоков заедания. С перескоками заеданиями, кстати, я несколько раз уже говорил, я пластинки стараюсь не продавать вовсе, то есть, это, на мой взгляд, пластинка не для продажи, ее можно кому-то дать послушать просто так, там, или как конверт, кому-то нужен конверт, вот возьми вместе с пластинкой. А где щелчки, вот откровенные щелчки такие, знаете, вот есть, это уже состояние ВГ-Г, вот такое. Ну, а где чуть-чуть песочка кое-где даже, не на протяжении всей пластинки, это, на мой взгляд, состояние, ну, по моим мерочкам, опять-таки, твердое EX. Итак, давайте начнем сегодня с редкого двойника. Это самая известная регги-группа UbiFoti со своим альбомом SSR Living Moscow, 1987 год. Но чем он редкий? Он, на самом деле, конечно, сам альбом совершенно нередкий, но это, друзья мои, это двойное канадское издание на двух LP. Выходило единственный раз на двух LP, только в Канаде, больше нигде. Попадается довольно редко, у меня пару-тройку раз были они. На мешке их, естественно, нет, есть только одинарки. Песни здесь все одинаковые, что на одинарном, что на двойном. Но здесь разнесли на два, на две пластинки, и из-за этого, на мой взгляд, должно было улучшиться качество. Ну, наверное, такой ход был, потому что, сами понимаете, что сделать две пластинки дороже, чем сделать одну. Но канадцы сделали, молодцы, молодцы. Итак, редкий альбом на двух LP группы UB-40, регги. Стоимость такой пластинки в состоянии, вот то, что я называю EX, будет полторы тысячи рублей. Причем на одинарки цена на мешке доходит до четырех. Так, кисы, Animal Eyes. Финское издание альбома 1984 года. Оригинальный внутренний, с портретами, все как положено. Ну, состояние, друзья мои, не очень. Давайте я прочту, я ее послушал. Много царапок послушал. Звук супер, EX+, звук EX+. Но кое-где песочек и тити, поэтому ставлю EX-VG+. Вот, друзья мои, очередное доказательство, что пластинка звучит очень хорошо. Послушал я ее на двух вертушках. Слушал на аудиотехнике и на диатоне. Иглы. Ну, одна диатон, другая. В общем, ладно. Послушал. Очень хорошо играет. Ну, вот, видите, я выше все-таки, чем EX-VG+, на нее поставить не могу. Ну, и цена будет, конечно, соответствующая. Полагаю, где-то, ну, может, 1200 рублей. Дешевле все равно. Я посмотрю, какая цена на мешке, и поставлю дешевле самые минимальные цены, которые есть на мешке. Вот так лучше скажу. Так, теперь Dillon. Street Legal. Это его альбом 78-го года. Также оригинальный внутренний присутствует. Пресс у нас, по-моему, английский. Да, по-моему, английский. Я точнее напишу в блоке. Ну, судя по всему, английский. Итак, что написано? Звук класс. Но из-за множества царапок кое-где песочек и негромокие тики. Опять то же самое. Ставлю EX-VG+. Друзья мои, опять-таки, посмотрю, какая цена на мешке. Это очень распространенная тоже пластинка, альбом. И поставлю ниже той, которая есть на мешке. Ну, думаю, где-то... Ну, не больше тысячи рублей. Там меньше, скорее всего. Так, далее. Питер Габриэл. Soul. Ну, самый, наверное, его известный и растиражированный альбом 86-го года. Это... Так, что написано на стикере? Опять примерно то же самое. Много неглубоких царапок, но звук хороший, сочный. Есть песочек в началах и кое-где в тихих местах. Поэтому ставлю EX-VG+. Ну, по цене то же самое. Минимум. Постараюсь поставить вообще самый минимум. Будем считать, как будто она не EX- и звука, а вот будем считать, что VG+. Вот так вот скажем. Так, JJ KL. Мною безмерно любимый. Надеюсь, и вами тоже. Это его альбом 82-го года. Блюз-рок, конечно же, друзья мои. Шикарный блюз-рок. Пресс итальянский. Стоимость такой пластинки 1200 рублей. Теперь JJ KL Special Edition. Вот такой его альбом. Это уже голландский пресс. 1984 год. Здесь оригинальный внутренний. Он вот такой и должен быть. Была у меня такая пластиночка. Стоить будет точно так же 1200 рублей. Blood Sweet and Tears. Это 1977 года их альбомчик. С оригинальным внутренним. Это пресс немецкий. Немецкий. Хороший пресс. Вот показываю конвертик. Конверты все в состоянии VG. Других даже не ищите. Здесь вот кажется, что он, в общем-то, очень хороший. Но вот видите. Вот здесь что-то то ли налипло, то ли отодрал кто-то что-то. То есть это уже получается конверт в состоянии VG. А то и VG минус. Вот с таким дефектом. И поэтому не больше, я думаю, 900 рублей она стоит. Дороже. Ну, это джаз-рок, если что, такой, да. Кто не знает. Fusion. Так. Теперь Fleetwood Mac. Это их альбом 1987 года. 1987 года. Оригинальный внутренний. Присутствует. Все нормально. Пресс. Да, по-моему, немецкий. Немецкий, скорее всего, пресс. Но тут есть стикер у нас. Чуть неровная. Вот. И поэтому, конечно, как бы она ни играла, друзья мои, пусть она вообще идеальная, возможно, она и вовсе идеальная, но раз чуть неровная, то тогда да. Прослушал всю. У меня без проблем звук супер. Я даже никаких EX-ов тут. Потому что звук здесь, друзья мои, возможно, и не аминт вообще. И сама пластинка может выглядеть как не аминт. Но так как она немножко неровная, ну, и я это заметил, я мог и не заметить, вот, то, естественно, она попадает в категорию, так скажем, ну, которая не аминт уже и даже не EX-плюс, как вы понимаете. Альбом не самый дешевый, на мешке их будет навалом. Я полагаю, что, друзья мои, ну, вот 1400 рублей за него, я думаю, можно попросить. Посмотрите на мешке, поправьте меня, если я не прав. Там цена доходит до каких-то космических величин. Я даже озвучивать не берусь. Вот теперь без конверта решил выставить. Меня просто просили, что если есть, выставьте еще. Но, к сожалению, конверт куда-то подевался. Я, честно говоря, не знаю. Если найду конверт, я ее просто сниму и перевыставлю с конвертом. Это у нас, друзья мои, Фрэнк Синатра, знаменитый Нью-Йорк, Нью-Йорк. Вот, пожалуйста. Что написано на стикере? Много неглубоких царапок, но звук супер. По мнению, ниже не аминт минус. Но, так как есть кое-где песочек и тики, выше EX поставить не могу. Вот. То есть она с царапочками. Без конверта. Друзья, я без конверта обычно не продаю пластинки. Они у меня обычно там в отдельной коробке валяются и ждут, когда вдруг конвертик попадется. Уложу, выставлю. Но здесь меня вот действительно просили, что если есть, а то просто забирают быстро. Ну, может кому-то нужно без конверта. Вот в конверте она у меня была, там что-то около трех тысяч стоило. Ну, это без конверта будет тысячу стоить. Ну, вот так вот, скажем. Ну, тем более, что с царапочками, хоть и звук очень хороший. О, прекрасная группа Yellow Dog. Она попадается не часто. Это 78-й год. Это, вот оригинальный показываю. Это английская группа ProGrock. Пресс. Это тоже английский. Вот это можно назвать первым прессом. Если кому-то интересно, пожалуйста, стоимость такой пластинки – 1400 рублей. Джеки Трент и Тони Хэтч. 68-й год. Друзья мои, не самая дешевая пластинка. Она еще монофоническая. Она монофоническая. Стоимость такой пластинки на дискокс начинается от 20 евро. Это оригинал. Сто процентный. 68-го года. Это такой дуэт ребята из Англии. Это, знаете, такая легкая музыка, софт-рок такой. Ну, в общем, кому интересно, можете посмотреть в интернете. Я думаю, на мешке ее не будет вовсе. Ее и так-то и не на мешке-то найти проблемно. Стоимость такой пластиночки – вот это, друзья, я редко говорю, что вот это коллекционная, на мой взгляд, пластинка. 68-й год. Пусть она не в самом неидеальном состоянии, но, тем не менее, полагаю, что 2000 рублей – это будет очень хорошая цена для такой пластинки. Теперь, Луи Армстронг, Эрл Хайлз. Вот такой дуэтик. Это американский пресс. Изначально такая пластинка вышла в 1956 году. Вот именно этот пресс, возможно, не 1956 года, даже, скорее всего, он 60 какого-то. Я его долго смотрел, рассматривал, думал оставить себе. У меня такой пластинки нет. Оригиналов на мешке я, кстати, тоже и сейчас их нет, и раньше я их не видел. Там какие-то, по-моему, новоделы все. Ну, не знаю, в общем, посмотрите сами. Мне показалось, что там какие-то новоделы 20-х годов. Вот это, в любом случае, друзья, если это даже, так скажем, не первый пресс, то этот можно назвать оригиналом, потому что он выпущен 60 лет, так скажем, назад. Что сказать? Нечастая пластинка. Пресс, я сказал, американский. Состояние. Екс, как то, что я называю. Стоимость такой пластинки будет 1500 рублей. Почему? Потому что новоделы, естественно, будут дороже. А это, можно сказать, оригинал тех годов. Майкл Джексон и Джексон Файв. Джексон Файв, да. Я уже показывал. Выставлял такую пластинку. Это вот такой сборный альбомчик. Но здесь я что хочу сказать. Почему эта пластинка попала в категорию Е-Экс? Пластинка, вот я прямо сейчас смотрю, она очень в хорошем состоянии. Есть, конечно, царапочки. Но дело в том, что я хочу предупредить, что вот последнюю песню, вот вторая сторона. Сейчас покажу. Я ее покажу еще и на фото. Здесь двойная наклейка яблока. Вот видите? Я вот так покачаю, может быть, видно будет. Двойная наклейка яблока и последние секунды, последние песни прослушать не получится. Вот так. То есть, пластинка без последней песни. Ну, я ее в эту категорию отправил, в категорию, так скажем, Е-Экс. Но в лоте могу вовсе ничего не писать, никакого обозначения. То есть, вот сами видите, что с таким, как говорится, браком, на мой взгляд, пластинки можно вовсе не оценивать. Даже если она и не игранная совсем, но без одной песни. Вот так. Та пластинка у меня что-то ушла. Ну, она была без всяких дефектов. И она ушла что-то тысячи за две, что ли, я не помню. Ну, это будет около тысячи рублей, вот так скажем. Ну, вот этот тройничок. Я вот тоже думал, выставлять его или все-таки себе оставить. Но, честно вам скажу, был бы он в состоянии получше, как Е-Экс плюс, не аминт минус, 100% бы оставил себе. Это тройник 71-го года. Это такой блюз-рок, психоделик-рок. Здесь исполнители, друзья мои, тут Джимми Хендрикс. Тенриэс Авто. Здесь и Майлз Дэвис есть, кстати. Вот Майлз Дэвис здесь исполняет композицию Call It a Nothing. Она по продолжительности под 20 минут. У меня она была на других пластинках. И мне почему-то казалось, что она гораздо короче. А вот здесь он так разыгрался. Да, да. Здесь и Маунтайн, здесь и Прокол Харум, и Кактус здесь, и Леонард Коэн. Он, в общем, достойный, достойный тройник, редкий тройник, редкий. И это такой, знаете, в стиле Вудс только такой тройничок. Ну, так скажем, не в самом... Был бы он в идеальном, конечно, состоянии. Ну, во-первых, я бы его продавать не стал, да, как я уже сказал. Но, в общем, в таком состоянии полторы тысячи рублей. Дешевле, мне кажется, вы не найдете, абсолютно точно. Так, Буб Дилан опять. Это уже его... 81-й год. 81-го года его альбом. Очень распространенный. Попадается часто. Мне кажется, он не самый дорогой. Я думаю, где-то в таком состоянии рублей 900. Вот очень хорошая группа. Группа Гейм. Вот разворотный конверт. Это 71-й год. Это американская психоделик-рок группа. Она выпустила, по-моему, всего два или три альбома. Но, тем не менее, группа класс. Здесь на конверте написано, что printed in Germany, но в дискоксе она идет как голландская почему-то. Ну, я напишу немецкая. Здесь написано немецкая. Я напишу. Что еще сказать? Что на дискоксе вот этот... Вот именно этот пресс начинается от 25 евро. Можете сами посмотреть. На мешке ее, конечно же, нет. Это понятно. Она довольно редкая. Ее на дискоксе, по-моему, штуки три или четыре всего выставлено. Я хочу попросить, друзья мои, полторы тысячи рублей. Ну, вот. Второй раз такой... Второй уже такой вряд ли будет. Вот хотите, возьмите. Ну, состояние не идеальное. Ну, 71-й год, что вы хотите. Джефф Бэк. Ну, это виртуоз. Виртуоз, гитарист Джефф Бэк. Пожалуйста. Английский гитарист. Начинал он, по-моему, в Yardbirds группе. Ну, я не думаю, что это редкая какая-то пластинка. 76-й год. Вот, пожалуйста. И мне кажется, что она недорогая. Кстати, у него, по-моему, аж 7 премий Грэмми, если я не ошибаюсь. То есть, действительно, виртуоз, с большой буквы. Ну, мне кажется, пластинка недорогая. На мешке ее будет много. Я думаю, ну, 700-800 рублей больше вряд ли стоит. А вот брубики уже другое дело. Здесь вот парочка брубиков. Я все-таки решил их выставить. Потому что состояние я не стал себе оставлять в таком состоянии. Я их послушал. Вот, посмотрите, пожалуйста. Это вообще этот альбом у него 55-го, по-моему, года. Но это конкретно, это голландское переиздание 66-го года. Пластинка не самая дешевая. Друзья, тоже, вот я говорю, думал себе оставить, но решил все-таки выставить. Есть тонкие царапки. В началах чуть песочка. Мое мнение, звук не ниже EX твердо. Себе буду искать в лучшем состоянии. Эту выставлю. Такие, по-моему, были еще и новоделые. Потому что пластинка и редкая, и не дешевая. И старая, ко всему прочему. Ну, полагаю, где-то 1500 рублей я хочу попросить за нее. А вот это уже сборный двойник. Называется «Брубикон кампус». Что здесь написано? Послушал. Звук хороший. Но есть песочек кое-где и тити. Мое мнение – EX минус VG+. Вот так вот. Этот двойник 1972 года. Оригинал, конечно. Тут без вариантов. На мешке, мне кажется, вряд ли он будет. Это редкий двойник. Но себе не оставил. Именно только по той же причине. По причине, так сказать, состояния его. Я все-таки стараюсь себе оставлять в состоянии, если не идеальном, то очень хорошем. Друзья, попросить хочу за этот двойник 1500-1600 рублей. Вот так. В общем, недорого совсем. Посмотрите в интернете, сколько он на самом деле стоит. Спасибо, друзья, за просмотр. Не забывайте, палец вверх. Все будет хорошо, друзья мои. Спасибо вам большое. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok